Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Часть первая Не вернулись из похода Подозреваются все, алиби есть у всех Чем больше вникаешь в обстоятельства В факты, в свидетельства В документы, которые описывают Трагедию группы туристов Под руководством Игоря Дятлова В феврале 1959 года Тем острее ощущение Перед тобой разворачивается Придуманная Только вот кем История Продуманная до мельчайших деталей Детективная Захватывающая Что не факт, то загадка Что не деталь, то ставят в тупик История Будоражащее воображение В ней заложена щемящая интрига Жуткая тайна Она дразнит и поражает Логическими капканами Чем дольше знакомишься с завихрениями событий И вязью фактов Исследованиями и расследованиями Трагедии Версиями и догадками Тем дальше уходишь от реальности И вот уже не различить правду от вымысла А вымысел от фантазийного расчета А мне надо сохранить Хладнокровие Мы имеем дело с головоломкой Которую с жаром и упорством Бросается разгадывать любой, кто узнает о ней Я не исключение Лет десять разгадываю Не дает покоя Изложу трагическую историю 1959 года Как я ее понял Не случайно использую это выражение Как я ее понял Потому что историю эту Каждый понимает очень даже по-своему По-разному Каждый оригинально оценивает И толкует факты И размах выводов о событии Имевшем место быть в ночь С 1 на 2 февраля 1959 года Вселенский Итак, 23 января 1959 года Группа туристов из Свердловска Отправилась в поход По Северному Уралу Сначала их было 10 человек Шесть студентов Уральского политехнического института Игорь Дятлов Зинаида Калмогорова Людмила Дубинина Александр Колеватов Юрий Дорошенко Юрий Юдин Три выпускника этого же института Рустем Слободин Георгий Кривонищенко Николай Тибо Бриньоль Инструктор турбазы Семен Золотарев Руководил группой Студент 5 курса Радиотехнического факультета Игорь Дятлов Они доехали на поезде До города Серова Оттуда тоже по железной дороге До Ивделя Потом автобусом До поселка Вижай Дальше грузовик Подбросил группу В поселок лесозаготовителей Под названием 41-й квартал Здесь они встали на лыжи И в сопровождении подводы На которую сложили рюкзаки Добрались до заброшенного поселка Второй Северный Здесь один из участников Юдин Сошел с маршрута По болезни Трупа пошла по маршруту дальше И пропала Они должны были вернуться В Свердловск 15 февраля Не вернулись Друзья и родственники Подняли тревогу Начались поиски 26 февраля Была найдена палатка дятловцев Пустая На одном из скатов палатки Обращенным к склону Были большие разрезы Позже экспертиза Определила Палатка порезана Изнутри На палатке снег На снегу лежит Фонарик Возле палатки Следы мочи От палатки Идут следы Расстояние между следами Давали основания Предположить, что люди Бежали По характеру Сохранившихся следов Видно, что часть туристов Была без обуви 27 февраля Нашли два трупа Кривонищенко И Дорошенко Они лежали под кедром До палатки Километра полтора Странно одеты Точнее Раздеты До нижнего белья Потухший костер У трупов Обгоревшие ноги И руки В тот же день Обнаружили трупы Дятлова и Калмогоровой Зина метрах в шестистах Вверх по склону от кедра Игорь метрах в трехстах От кедра Полу лежал Обхватив руками Березку Зина и Игорь Лежали головой К палатке Через четыре дня Служебно-розыскные Собаки Почуяли под снегом Труп В 180 метрах Выше того места Где было обнаружено Тело Дятлова Это был Рустем Слободин Поиски остальных Не дали результатов Только в начале мая Когда начал сходить снег Нашли последних четырех Метрах в семидесяти От костра Сначала Обнаружили настил По углам Сложена одежда Трупы были в стороне От настила В ручье Как показала экспертиза У них травмы Несовместимые с жизнью Это не первая И не единственная Массовая гибель туристов В Свердловской области И в стране Они гибли Гибнут И как бы жестоко Это не прозвучит Будут гибнуть Но ни один Из известных Трагических случаев Не сравнить По резонансу С гибелью Группы Дятлова Это Исключительный Случай Который вызывает Лавину вопросов Из-за дьявольской Запутанности Трагедии Развернувшейся На склоне горы Холат-Сяхыл Вслед за Журналистом Геннадием Григорьевым Который в 1959 году Был с отрядом Поисковиков На месте этих Трагических событий Хочется сказать Я никогда в жизни Не видел этих ребят И девчат Которые погибли Но я их так полюбил Мне их так жалко Очень жалко Был с отрядом